В Белгороде сегодня начинается подача тепла на объекты здравоохранения и образования. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель мэра областного центра Василий Голиков. Отопительный сезон для жилищного фонда начнется при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней. Те, кто живет в своем доме или имеет поквартирную систему отопления, в более выгодных условиях можно включать тепло по желанию, не дожидаясь нормативных сроков. Но только если вы аккуратный потребитель газа, не имеющий долгов. Для должников все не так однозначно. Можно и вовсе в зиму остаться без газа. При каких условиях и что необходимо сделать, чтобы этого не случилось, спросим эксперта. Это Константин Выродов, заместитель генерального директора по работе с населением компании «Газпром Межрегионгаз Белгород». Здравствуйте, Константин Владимирович. Здравствуйте. Скажите, много ли белгородцы задолжали за газ? Население в подавляющем своем большинстве оплачивает исправно счета за потребленный газ. Однако есть и нерадивые абоненты, и их задолженность по состоянию на 1 сентября составляет 207 миллионов рублей. 207 миллионов рублей. Это много или мало? Как, допустим, в прошлом году в этот же период была ситуация? По состоянию на 1 сентября 2018 года задолженность населения составляла 216 миллионов рублей. Есть определенный положительный динамик. Что Вы, как компания, можете сделать для обзыскания этих долгов? Наша компания постоянно проводит претензионную исковую работу с должниками. За 8 месяцев текущего года нами подано 4600 исковых заявлений, полученные положительные судебные решения на сумму более 48 миллионов рублей. Кроме того, нами проводится работа совместно со службой судебных приставов, рейды, которые проводятся в целях поиска и наложения ареста на имущество должников. Да, мы тоже, кстати, выезжаем иногда на подобные рейды. И вопрос такой, можете ли Вы по факту долго уже привлекать приставов? Или Вы все-таки сначала суд, а уже потом привлечение службы судебных приставов? Да, сначала идет судебное решение, после этого мы привлекаем службу судебных приставов, а они уже в свою очередь обладают неким комплексом. А чем грозит нарушителю неисполнение решения суда? Ну, в принципе, невыполнение решения суда позволяет судебным приставам наложить арест на недвижимое имущество должника, на денежные средства, находящиеся на счетах, арест на автотранспортные средства, ограничить выезд за пределы Российской Федерации. А вот просто отрезать газ или это не всегда возможно? Ну, это уже крайняя мера. Действительно, мы вынуждены прибегать и к ней. Так, с начала текущего года нами осуществлено отключение 3603 абонентов с задолженностью более 44 миллионов рублей. Ну, тут Вы тоже их заранее предупредили о том, что есть возможность либо заплатить за долг, либо остаться без газа, да? Да, безусловно. Законодательством предусматривается обязанность поставщика уведомить о планируемом отключении абонентов не позднее, чем за 20 календарных дней до прекращения подачи газа. Это позволяет абоненту принять меры по погашению задолженности и избежание дополнительных расходов, связанных с возмещением тех затрат, которые пошли на отключение и подключение абонента. Поэтому, как бы, из этого следует, что, в общем-то, за газ выгоднее платить. Так, ну, все-таки, вот, для тех, кто по каким-то причинам не платит, можно ли алгоритм действий, он получает уведомление, да, к которому указано, что он должник и он должен погасить долг. Есть у него какое-то время до наступления санкций, да? Да, безусловно. Ну, вот, как раз эти 20 календарных дней позволяют абоненту, ну, скажем так, определиться, выбрать момент и погасить свою задолженность, тем самым исключив возможность дальнейших, ну, скажем так, действий поставщика по прекращению подачи газа. Иногда, кроме вот тех затрат, которые я вам говорил по поводу отключения и подключения, это влечет еще за собой и перезаключение договора нередко, потому что бывает происходит смена собственников, которых мы не знаем, и после отключения, соответственно, мы вынуждены уже заключать договор с новым собственником. Процедура перезаключения договора предусмотрена правилами поставки газа для коммунально-бытовых нужд населения, которое утверждено 549-м постановлением правительства Российской Федерации, а также, скажем так, документы, которые необходимы для перезаключения договора, имеются на официальном сайте нашей компании. Вот, кстати, на одном из рейдов мы были как представители СМИ вместе с вашей службой и видели вот в одном из домов мужчина подкопал трубу и самовольно подсоединился, приварил, собственно, пользовался самовольным газом. Много ли таких пользователей? Чем это чревато для них? Ну, в случае выявления факта самовольного подключения абоненту будет произведено нормативное начисление с применением коэффициента 10. Кроме того, абоненту грозит привлечение к административной ответственности согласно статье 7.19 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. И в случае повторного, скажем так, подобного правонарушения уже и уголовная ответственность по статье 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. За истекших 8 месяцев текущего года нами выявлено 317 фактов несанкционированного подключения. Ущерб составил 17,3 миллионов рублей. Таким образом, данная работа ведется в плановом режиме нашей компании, поэтому я не рекомендую людям использовать такие методы потребления энергоресурсов. Может быть, что-то и сэкономишь, но заплатишь потом в несколько десятков раз больше. Так точно. Я надеюсь, наша беседа будет полезна тем, кто, может быть, по недосмотру или из-за сложной жизненной ситуации задолжал за газ. И все-таки это топливо у них будет в ближайшую зиму. Я тоже надеюсь, что да, будет полезно. Спасибо вам за беседу. До свидания. Спасибо. Итак, подведем итог. Поставщик газа вправе отключить газ при наличии долга за два расчетных периода. Конечно, сначала вам пришлют уведомление о наличии задолженности. Дадут 20 дней на ее погашение, потом уведомят о предстоящем отключении и только после этого отрежут газ. При этом работы по отключению и по следующему подключению оплачиваются самим абонентом. И несмотря на приближающееся начало отопительного периода, возобновление поставки газа возможно только при погашении всех долгов. Добавим только, что рассчитаться за потребленный газ можно безналичным путем на сайте www.belregiongas.ru в разделе «Физическим лицам», «Формы», «Способы» и «Порядок оплаты газа населением». И пусть в вашем доме будет тепло. Продолжение следует...